Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Светлана Веда и у нас сегодня нумерология. Мы с вами сегодня будем рассчитывать, что блокирует ваши деньги, ваши денежные энергии и, конечно же, как устранить. Возьмите ручку, тетрадку, блокнотик и записывайте. Итак, дорогие мои друзья, для того, чтобы знать, что блокируют ваши деньги, вам нужно знать дату рождения человека. Ну, если вы рассчитываете для себя, вам нужно будет знать дату. Например, дата рождения человека 10 августа 1972 год. Для того, чтобы рассчитывать, что блокируют ваши деньги, вам нужно будет только ваш год рождения, больше ничего. Итак, человек родился в 1972 году. Мы берем и складываем все цифры. 1 плюс 9 плюс 7 плюс 2. У нас получается цифра 19. Затем мы складываем 1 плюс 9. У нас получается 10. И затем мы складываем 1 плюс 0 равняется 1. Итак, мы получили три числа. И нам они нужны, все три числа для расшифровки. Бывает так, что у вас получилось не одно число, вернее, не три числа, а два или три. Например, вы родились в 1974 году. Складываем цифры, получается 21. 2 плюс 1 получается 3. То есть у нас только две цифры. И еще бывает так, что вы родились, например, в 2004 году. Складываем цифры 2 плюс 0 плюс 0 плюс 4, получается 6. И мы видим, что здесь только одна цифра. Итак, я буду читать сейчас расшифровки, рассказывать вам от 1 до 22. То есть смотрите, если у вас получилось двузначное число, мы будем его рассматривать. И это блок для ваших денег. Складываете и также получаете еще одно число. Если оно двузначное, мы тоже смотрим его расшифровку. И складываем до однозначного числа. И это число также будет подсказкой, что блокирует вашу денежную энергию. Может случиться так, что у вас 3 числа или 2 числа или 1 число. Кстати, напишите в чате, в комментариях свой год рождения и рассчитайте, сколько у вас чисел получилось. Итак, дорогие мои друзья, прежде чем я буду вам рассказывать про каждое число, что блокирует ваши денежные потоки. Это не значит, что вы занимаетесь тем, что я скажу. Это значит, что если вы займетесь этими вещами, то это будет блокировать вашу энергию. Но если, допустим, вы не занимаетесь этими вещами, но все равно финансы ваши блокируются, значит нужно искать в чем-то в другом причину. Не все упирается именно в эти расчеты. Потому что, чтобы понять, что блокирует вашу финансовую сферу жизненную, то, конечно, одних расчетов здесь мало. Нужно смотреть более масштабно. И, конечно же, даже если вы сейчас поймете, да, вот в этом вопросе действительно все совпало, и я теперь понял, почему блокируется моя денежная энергия, то вы должны будете работать с этим над собой, чтобы убрать, искоренить возможные причины денежных перекрытий потока. То есть все это можно решить. Все это решаемо. Если вы самостоятельно не можете, допустим, решить эти вопросы, вы всегда можете обратиться к мастеру. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Вы видите сейчас у меня на скатерти. Также в описании к видео вы найдете все мои контакты. Можете связаться со мной, написать смс. И мы вместе рассчитаем, посмотрим, и я дам вам советы. Итак, дорогие мои друзья, я надеюсь, что каждый из вас уже рассчитал цифры. Напишите в чате, в комментариях ваши цифры, и я сейчас вам буду рассказывать. Итак, дорогие мои друзья, если у вас получилась цифра 1, значит, вы слишком много берете на себя и все время говорите, «Я сам, я сама, не нужно мне помогать, я справлюсь с этим самостоятельно». Вот это вот вредит вашим энергетическим потокам финансовым. Если у вас получилась цифра 2, то здесь какие-то могут быть тайные дела, которые вредят вашим деньгам, поступления деньгам. Это может быть тайные какие-то поступления денег, или, может быть, вы в какой-то строжайшей секретности держите свои поступления финансовые, не даете им развиваться, держите в закрытом в чем-то, ну, как вариант банки трехлитровой, или же в банке под секретом не даете им развиваться. То есть они у вас не идут туда-сюда, то есть расходов, доходов нет, а они у вас лежат мертвым грузом. Это может быть причиной. Итак, у всех, у кого получилась цифра 3, могу сказать, что здесь плохие отношения у вас были с мамой, ну, или с женщинами, да, как вариант, то есть вот с женщинами, или с мамой, с бабушкой, посмотрите. Это не обязательно даже по роду, смотрите, может быть, начальница или соседка ваша. То есть плохие отношения с женщинами и нежелание, например, ухаживать за собой, траты больших денег только ради того, чтобы произвести на других впечатлениях, ну, например, на дорогие вещи, как показушничество, да, то есть не благородные дела для кого-то, а только для себя, чтобы выпендриться, да, и, в общем-то, неуважение мнения других женщин, особенно, смотрите, старше на вас. Так, цифра 4, у кого четверочка получилась. Это плохие отношения с отцом или с мужчинами, да, с каким-то человеком высокопоставленным, например, с хозяином фирмы вашей или организацией, когда вы говорите, это вот начальник мой виноват, или отец виноват в моем воспитании, или он виноват, потому что он бросил нас с мамой, да, вот какие-то здесь прослеживаются именно такие, да, отношения с мужчинами. И давление, может быть, на людей, то есть вы жесткие, вы давите на людей, вы их прогибаете, агрессируете, может быть, у вас спыльчивость, характер, и неумение идти на компромиссы и договариваться. Далее мы рассматриваем цифру 5, число пятерочка, если у вас получилось, то здесь, если нет желания учиться чему-то новому, когда вы не делитесь своими знаниями, когда не учите, а получаете, то есть берете, да, но нет желания учиться, вот нет желания, но хотите что-то получить. А вы знаете прекрасно, что без обучения, без стремления стать умнее и грамотнее, вы не можете получить, вы не можете взять это. Вы можете взять только тогда, когда вы обучаетесь. Итак, цифра 6. Цифра 6. Когда работаете на нелюбимой работе или занимаетесь нелюбимым делом, например, нелюбовь к себе, например, к своему телу, когда вы едите какую-то химозную пищу, да, или пьете Кока-Колу, там, чипсы едите, майонез, который нельзя злоупотреблять, то есть не любите свое тело, не любите себя, не любите дело свое, работу свою. Вот когда-то в детстве вы мечтали чем-то заниматься, а сейчас вы занимаетесь совершенно другим. И здесь, конечно, проблемы с принятием денег и подарков, то же самое играет большую роль. То есть здесь пересмотреть, где вы работаете, свой распорядок дня, режим дня, вот это все у меня шестерочки. Итак, семерки давайте посмотрим. Семерочки мои. Семерки, если нет цели в жизни, да, это растрачиваете свою энергию попросту, воинственный настрой, желание жестко отстаивать свою точку зрения и идти по головам. То есть вот, ну, нет цели, но вы идете, чтобы что-то добиться сиюминутно, сейчас. Вот когда вы выстраиваете, как проработать это? Это надо поставить себе цель какую-то и достигать ее, идти к своей цели. Восьмерочки, восьмерочки, дорогие мои. Непонимание причинно-следственных связей, несоблюдение законов, занимайтесь нелегальным делом или каким-то бизнесом. Вот то, что, может быть, вас душевно угнетает, да, или получение зарплаты в черном конверте, да, то есть вы прекрасно понимаете, что этого делать нельзя. Здесь вот идет такое непонимание причинно-следственных связей. А потом, когда, допустим, вас обманывают и не дают вам зарплату или еще что-то, так вы сами согласились на то, чтобы не подписывать договора и получать всю эту зарплату в сером конверте, понимаете? То есть вот нет такой вот причинно-следственных связей у вас, вы не понимаете, или какие-то все-таки темные дела, с которыми вы связаны. Итак, девяточки, мои дорогие, любимые девяточки, посмотрим. У вас, если вы считаете себя умным, да, а других недалекими, например, если вы с презрением относитесь к материальному миру, отрицаете материальные блага, да, и, может быть, здесь неуверенность в себе и ценности своих знаний не понимаете. То есть вот считайте свое превосходство, вы лучше, а кто-то вот ничтожен по сравнению с вами или ваше знание гораздо лучше, нежели знание другого человека. Десятки. Десятки – это лень, способна полностью перекрыть финансовый поток. Азартные игры, может быть, да, неумение копить, откладывать деньги. То есть это, знаете, когда вы ставите деньги или панут, или пропал. То есть вы не хотите зарабатывать, а хотите вот сразу все и много. И поэтому стараетесь либо куда-то вложить эти деньги, там на каких-то биржах играть, но все время проигрываете. Или, допустим, какие-то предприятия странные, да, то есть у вас то деньги есть, то их нет, то появляются, то исчезают. То есть у вас нет такого накопительства, нет, когда вы реализуете их постепенно, а вы все на кон ставите, и можете все сразу же потерять. Поэтому вот такая лень трудиться, хотите все и сразу. 11, у кого получилось 11. Но здесь, конечно, в первую очередь, то, что вы не верите в то, что можете заработать крупную сумму денег, да, и поэтому вы боитесь за что-то новое браться. Постоянно вот эта вот мысль в голове, а вдруг не получится, а вдруг все пойдет не по плану, а вдруг еще что-то случится, да. Вот начинаете с конца думать, продумывать, да, если я начну вкладывать деньги, а вдруг там тому надо, тому, а вдруг не пойдет. Ну, вот какие-то такие мысли, они однозначно перебивают денежный поток. 12, у кого получилось 12, это состояние жертвы, это неумение говорить нет. Может быть, знаете, бесплатно работаете. Например, начальник вам сказал, нужно сегодня задержаться, поработать. Вы задерживаетесь, но не обговариваете, это оплачиваться будет или нет. Вообще обесцениваете свой труд. И какие-то могут появляться долги, кредиты, потому что вы даете информацию, да, и за это не получаете деньги. Вот такая вот душа на распашку, скажем. Все отдаете, но за это энергетически вы ничего не получаете. Поэтому вот такие вот пробоины, долги, кредиты у вас образовываются. Итак, цифра 13 у кого получилось. Это застой в профессии, может быть, блокировать энергию. И здесь, может быть, даже у вас есть работа, да, но там вы не развиваетесь, вот застоялось что-то. Вот такое может быть. И вы должны постоянно, конечно, находить что-то новое в своей профессии, да, или курсы повышения квалификации, образовываться, что-то новое изучать. Или необходимо будет менять, в принципе, профессию. Подумайте над этим вопросом. 14, если у вас получилось. 14. Значит, здесь скажу, что вы живете непосредством и зарабатываете меньше, чем тратите. Да, бывают такие люди, действительно, живут от зарплаты до зарплаты, постоянно у кого-то занимают, берут кредиты, да, то есть, ну, вообще несоизмеримо получают 20 тысяч рублей, а берут сотовый телефон, там, за 100, за 150 тысяч. Ну, зачем брать этот телефон, если вы знаете прекрасно, что у вас мизерная зарплата, да, зачем? На следующий раз вам еще что-то захочется, да. То есть, вот несоизмеримо. Просто вы тратите деньги. Мало зарабатываете и много тратите. Цифра 15, у кого получилось 15, это страх роскошной жизни, это скупость, это зависимость какая-то, когда вы трясетесь над каждой копейкой, когда вы стоите, например, на морозе, да, и вам вот жалко потратить деньги на такси, вы будете упорно ждать автобус какой-то, какой-то общественный транспорт, он там не приходит, вы замерзли, но вы все равно думаете о том, что, а вдруг я потрачу лишние 100 рублей, да. Вот страх. Или купите, например, себе какую-то дорогую вещь и начинаете самобичеванием заниматься. Ой, зачем я это купила или купила, я мог бы и сэкономить, да, и зачем. То есть, вот вам даже стыдно становится из-за того, что вы купили что-то дорогое, порадовали себя. Умейте радоваться. Итак, 16, цифра 16. Ну вот если вы живете с кем-то ради денег и недвижимости и статуса, это прямо вот ваш вариант, да. То есть, допустим, вам тяжело с родителями, с мамой и с папой, но вы не уходите от них, потому что понимаете, что вы зависите от родителей. Или, допустим, живете с нелюбимым мужем или с женой, да, с другом, подругой, потому что он вас обеспечивает или она вас обеспечивает, да, вот ради денег. Та же самая проституция, в принципе, люди и альфонсы, которые занимаются этим, потому что они зависимость, вот эта вот зависимость от финансов, от кого-то, да, или может быть зависимость от недвижимости, зависимость от статуса, да. Вы не хотите, не любите свою работу, но из-за того, что там деньги получаете, вы на ней работаете. Или, допустим, с мужем или с женой не хотите разводиться, потому что, ну, общая недвижимость, не хотите ее делить. Кстати, вот у меня есть клиентка, они с мужем не разводятся официально, они женаты, но у нее своя жизнь, да, у него своя жизнь, но они не хотят делить имущество, у них общие дети живут в одной квартире, но такая есть ситуация, действительно. Давайте посмотрим 17. 17 – это звездная болезнь, бывает, или наоборот, нежелание стремиться стать популярным человеком, да, то есть или так, или так, или наоборот у нас. Либо вот человек зазвездился и поймал такую звездочку, либо действительно наоборот просто и не хочет ничего предпринимать, чтобы быть звездой в этой жизни. 18, давайте посмотрим, 18. Здесь, если вы используете черную магию, иллюзии, может быть, какие-то, да, мошенничество, обман, или самообман, здесь самоиллюзии, самопроклятие, проклинание других людей, да, вот это все, конечно же, принесет плачевный результат и перекроет денежные потоки. Дальше 19, давайте посмотрим. 19. Ну, а здесь чувство вины. К примеру, мысли другие попадают, а у меня все хорошо, например, да, вот так вот, если другие кто там, например, голодает, или кому-то плохо, или еще что-то, да, вот кто-то бедно живет, а у вас чувство вины, то есть вы чувствуете, что вы виноваты, вот как будто бы вы должны весь мир защитить, но это не так, надо отпустить эту ситуацию. Вот кто-то голодает, а у меня все хорошо, да, я живу в роскоши. Или там вот у подруги муж ушел, а у меня я с мужем живу, значит, я виновата. То есть, понимаете, вот это вот чувство вины, постоянное чувство вины, которое вы несете в себе. Вот от этого нужно уходить. Это блокирует ваши деньги. Так, все у кого? 20. Это тогда, когда вы осуждаете своих родителей, плохие отношения с родителями. Например, постоянно говорите, мама меня неправильно воспитывала, она постоянно меня ругала, она меня шлепала, или же, допустим, вы там отца не любите, потому что он вас бросил, ушел. То есть, вот такое непрощение родителей, осуждение родителей, что они неправильно жили. Кто-то пил, кто-то гулял, кто-то вас там бросил или неправильно воспитывал. Вот это вот однозначно 20. 21 у кого получилось, если пытаетесь заработать на том, что вредит людям. Имейте ограничивающее обреждение. Ну, например, ну, как вариант, вы производите майонез. Знаете, что он вредит людям, но производите его. Или, допустим, вы, что еще, шоколад производите. Знаете, что шоколад, допустим, от шоколада кариес, некачественного, какие-то некачественные продукты, может быть, или некачественную одежду. Вот то, что вредит. Синтетическую одежду занимаетесь пошивом. Знаете, что синтетика вредит человеку, но вы все равно этим занимаетесь. Вот то, что-то делаете то, что вредит другим людям. И поэтому вот здесь кармически перекрываются финансы. И давайте 22-е рассмотрим. Здесь может быть заработок нечестным путем, может быть, даже криминал, желание зарабатывать легкие деньги, да, темные делишки могут быть по 22-му числу. Вот такая вот расшифровка для вас, дорогие мои друзья. Надеюсь, что это было вам интересно и полезно. И, конечно же, пальчик вверх у слова благодарю. Пишите, какие темы вы хотите еще рассмотреть на моем канале. Я желаю вам всем мира, добра и счастья и, конечно, побольше денег и любви. Всем пока-пока! Пишите, пока-пока! Пишите, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok